Система роботизированных протезов закрепляется на теле ребенка. Компьютерная программа сканирует мышцы и суставы. Аппарат дает оптимальную нагрузку на ноги, увеличивая ее по мере необходимости. И, по сути, учит пациента ходить. Центр детской психоневрологии оснащен современным диагностическим и реабилитационным оборудованием, рассказывают Алексею Дюмину медики. Губернатор осматривает бассейны, кабинеты автоматического гидромассажа, сенсорная интеграция и виртуальная реабилитация. В каждом общается с маленькими пациентами. В центре оказывают специализированную помощь и реабилитацию детям с поражениями нервной системы, нейромышечными патологиями, нарушениями слуха, речи и другими заболеваниями. В год здесь проводят более 46 тысяч исследований. Лечение в стационаре проходит около 3,5 тысяч детей. Процедуры идут круглый год, не исключение и канун новогодних праздников. Для маленьких пациентов приготовили подарок. В гости пришли герои известной детской передачи «Спокойной ночи, малыши». До начала спектакля ребят поздравляет губернатор. Для того, чтобы пришло в вашем слое и желания исполнились, в них надо верить. Поэтому я хочу, чтобы вы были сильными, чтобы вы верили, чтобы рядом с вами были добрые, надежные люди, которые выделяют вам внимание, ваши родители, чтобы вы любили ваших родителей и верили во все хорошее. Больше 50 лет столько выходят в эфир знаменитые «Спокойной ночи, малыши». Народная артистка России и ведущая программы Ангелина Вовк рассказывает, как менялся творческий коллектив и персонажи. После ребят ждут игры и представления. Мальчик, как тебя зовут? Саша. Сколько лет? Мне шесть. Хрю-шоу проходит в рамках благотворительной акции «Все лучшее детям в Новый год». В Туль его провели не только в Центре детской психоневрологии, но и в Молодежном центре Родина. Для детей-инвалидов, воспитанников детских учреждений, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Любовь Зикункова, Роман Тюкин, Алексей Чичвадзе, Первый Тульский.